МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дала программа сразу двух дней соревнований. Олимпийские чемпионы противостояли команде организаторов мемориала. В игре с элементами борьбы, баскетбола и регби легендарная команда с олимпийским упорством выиграла со счетом 15-14. Размявшись, спортсмены отправились на Омский велотрек. И там уже в качестве почетных гостей наблюдали за новым поколением чемпионов. Посмотрите, какое открытие турнира. Ну, сказка просто, понимаете? Я сидел как завороженный. Детвора, девочки, взрослые. Вышли юные борцы, понимаете? Ведь можно много говорить. Нас иногда упрекают, что спорт не приносит материальных благ. Но второй вопрос. Как можно это все оценить? Теплые слова в адрес Юрия Александровича Крикухи сказали все участники церемонии. Память известного тренера чтит и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Известный борец учился у Юрия Крикухи в Омском Севгувке. Очень хороший организатор. Именно благодаря ему, в общем-то, и наша большая часть сборной оказалась здесь, в Омском институте. Я там ясно, что недалеко живу. Если мы будем проводить турниры по юношам, вот так, как происходит за моей спиной, то вот этих измышлений совершенно неуместных и необоснованных о том, что борьба не зрелищна, не популярна, теряет свои позиции, их не будет. Сотни зрителей ждали главного события вечера – матчевой встречи сборных России и мира. Цвета триколора защищали борцы из Грозного, Твери, Уфы и Омска. Им противостояли спортсмены из Турции, Казахстана, Белоруссии и Украины. Наш регион представил воспитанник детской юношеской спортивной школы Юрия Александровича Крикухи Ирлан Махмудов. Спортсмен за минуту до конца как будто раскусил соперника и заработал недостающие для победы баллы. А мяч одолел турецкого соперника и стал чемпионом. Я его размотал, чувствовал то, что смогу и сделаю это. И до конца надо бороться. И всегда добьешься. Каждый турнир проходит с какими-то сложностями. И не хочется уровень турнира как-то опускать ниже. И каждый год настраиваешься на проведение турнира, чтобы было хотя бы не хуже, чем предыдущий. Но получается, что планка растет, растет и растет. И мы спортсмены, мы привыкли. Не хочется нам отступать назад. Мочевую встречу выиграла сборная России. А судьба персональных медалей решалась на следующий день. География турнира получилась обширной. 14 российских регионов, а также Сербия, Кыргызстан и Казахстан. В юбилейных соревнованиях в памяти известного спортсмена, тренера и педагога выступили 110 атлетов. У меня мышцы все забились, и поэтому второй период класса тяжело. Повезло, что я зашел назад на два балла и отстоял в партере два раза. Так бы не знаю, как бы все сложилось. Мастера спорта международного класса, 36 мастеров спорта и 72 КМС боролись за победу в восьми весовых категориях. В трех из которых амичи одержали уверенную победу. Еще четыре наших спортсмена оказались призерами домашнего мемориала. Еще пять медалей забрали гости из Казахстана, Тюменской области, Красноярского края и Ямало-Немецкого автономного округа.